В Ханты-Мансийском районе появилась экологическая тропа. Она кольцевала территорию памятника природы Луговские мамонты. Его сердцем является проток Амарамка. В конце лета, когда она пересыхает, сюда приезжают палеонтологи, чтобы найти кости древних животных. Это место привлекает не только ученых, но и туристов. Именно для них здесь обустроили экотропу. Сегодня по ней прогулялась моя коллега Наталья Акст. Я нахожусь практически в 40 километрах от Ханты-Мансийска на территории уникального памятника природы Луговские мамонты с древней фауной. Общая протяженность его границ 6 километров. Главной достопримечательностью этой земли являются грязевые ловушки, в которых погребены останки древних животных. За два десятилетия ученые достали из ила и глины больше 6 тысяч фрагментов костей. Эти находки позволили получить бесценную информацию о причинах вымирания мамонтов и мамонтовой фауны в Евразии. Местонахождение Луговское начиналось исследоваться с 1998 года и ведется оно по настоящее время. Как вы видите, здесь на данный момент вода очень большая. Возможно, это еще талые воды. Поэтому обычно раскопки начинаются в конце августа и продолжаются практически весь сентябрь. Потому что ручей отступает. И когда он отступает, на поверхность аккумулируется очень много различных животных эпохи мамонтовой, эпохи ледникового периода. Это кто, например? Это такие животные, которые жили в то время. Это мамонты, это шерстистые носороги. Что удивительно, возраст, например, здесь, на Луговском, которого находили, его возраст составил 10 тысяч лет. То есть это последнее свидетельство обитания носорога на территории Евразии. Территорию памятника природы окольцевала экологическая тропа под названием «Удивительная рядом». Она протянулась на 2 километра 300 метров. На экологической тропе расположились 7 станций. Одна из них воссоздает картину образа жизни древних предков. Совершая остановки, туристы смогут познакомиться с эпохой Палеолита, начиная от зарождения мамонтовой фауны и ее развитием, вплоть до полного вымирания. На обратном пути маршрута путешественники могут познакомиться с животным и растительным миром памятника природы, а также с его главным хранителем и почетным лесоводом Юрием Примининым. Государственный инспектор Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий следит за луговскими мамонтами уже 10 лет. Наше учреждение занимается не только охраной, но и мы выходим на уровень просветительский. То есть мы работаем с молодежью. Для того, чтобы уже сейчас привлечь молодежь, скажем так грубо, затянуть ее в лес, нужно что-то показать. Поэтому мы создаем на своих территориях инфраструктуру, для того, чтобы было удобнее и комфортнее людям, молодежи, показать, рассказать вообще о территориях ОПТ, их значимости, ну и вообще привить какую-то любовь к природе. Сегодня на территории Югры находятся 25 особо охраняемых природных территорий. Это два заповедника, 8 заказников, а также 15 памятников природы. Последним такой статус приобрел природный комплекс «Тундринский кедровый бор» в Сургутском районе. Инициатива по его организации поступила от жителей села Тундрино. Это было необходимо для сохранения высокопродуктивных ценных кедровых лесов, а также редких и исчезающих видов животных и растений. К слову, в будущем на территории этого памятника природы также планируют обустроить туристическую экотропу. Наталья Акст, Федор Тюменцев, Павел Шимолин. Окружная телерадиокомпания «Югра», Канты-Мансийский район. Канты-Мансийский район.